Здравствуй, Эдичка Мороз, молода из ваты! Ты подарки нам принёс, ютубер ты горбатый! Эээ... Более уважительного стихотворения к Деду Морозу у тебя нет пельмень малолетний. Ты чё офигел? Какой я тебе ютубер горбатый, а Дед Мороз? Здресснул отсюда! Здресснул отсюда! Вот ты, мелкий второй, иди сюда садись, стишок рассказывай. Кто лучше стишок расскажет, тот подарок и получит. Давай! В лесу родился Эдичка, большой и страшный нос. Сегодня он подарочки детишкам всем принёс. Ага. У одного я ютубер горбатый получается, у другого у меня большой и страшный нос. Ну не, не, это, это, это не уважительно к Деду Морозу, это оскорбляет чувства верующих в Деда Мороза. Да не, 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 ни один, ни другой подарки не получит. Мелкий рогаткой по шопе стрельнул одному и другому стрельнул. Вы чё, обалдели дети? Вы должны уважать Деда Мороза, а не фигню всякую читать. Не, 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 всё. Здресснули отсюда, пока я вас в этом, в какашку Рудольфа не превратил. Всё, ушли отсюда. Кто там, мелкий, вообще может подумать, что я злой как бы, Дед Мороз? Не, ну а чё? Если все дети Деду Морозу такие стишки рассказывают, да нафиг надо. Здресснул отсюда, пока я тебе в пазуху снега не напихал. Ушёл отсюда. Ну а чё как бы? Так, это чё тогда у нас получается? То, что Стёпе и Ритке мы подарки сделали? Сделали. Осталось ещё сделать всем нашим близким друзьям. И я обещал предыдущей серии то, что... Геннадию Петровичу подарок тоже надо сделать. Он же тоже получается почти мой лучший друг. Но я ему обещал то, что я возле ёлки вертолёт ему за сандалью. И вот это Стёпе я же подарил огромный джип и возле ёлки его запихнул. А вот... А как эта фигня открывается? Сейчас, подожди. Опа! Вот так. Аааа, вот. Геночки, я тогда не вертолёт, а самолёт настоящий запердохаю. Уйди, Рудольф, не мельчишься перед глазами. Вот сюда мы его поставим. А перед тем, как я его отправлю домой к Геночке, мы с тобой, мелкий, пойдём и проверим, дома ли вообще Гена. А то вдруг ли он дома, и мы ему даже подарок нормальный не сможем сделать, потому что он нас заметит. А ты, Дед Мороз, виси, виси там! Ещё пару подарков сделаю, и потом отпущу тебя на вот это, на свободу. Надеюсь, Дедушка Мороз там не очень сильно замёрз. А то этой ночью температура вообще до минус сорока доходила. Так и жопу себе полностью отморозить можно, мелкий. А может мы к Стёпке пойдём, вот это, проведаем его? Я не знаю, а... Обосраться, вот это проведали! Ты чё там творишь, псих ненормальный, мелкий? Иди вот это, иди скорую помощь вызывай, иди пожарных вызывай, иди полицию вызывай, иди быстро кого-то... Это чё, газовая труба у тебя прорвала там, или чё, Стёпа? Да, мне тут это, проход расчистить надо, а то я свой подарок на улицу вытащить не могу. Какой подарок, Стёпа? Ты весь второй этаж себе распердохал! Да, мне тут это, Дед Мороз, дебил, огромный джип под ёлку поставил. И надо его как-то вынести. А, джип, ну, тоже, тоже правильно, тоже правильно. Дед Мороз просто странный немножко, он подумал, то что джип можно как бы запихнуть на второй этаж, а как его оттуда выпихнуть, вот это уже хороший вопрос, Стёп! Ты дурак! Ну, ну да, другого варианта же не было, со второго этажа только джипа шандарахнутся. Зато ты посмотри, какая крошка, Стёпа, ядрить колоти, Дед Мороз даже не думал, что этот джипарь настолько круто будет смотреться. Ну всё, Стёпа, ты сейчас получается самый этот, самый модный в этом городе. Ну, да, я с этого момента вообще с лохами не дружу, а дружу только с крутыми пацанами. Поэтому давайте, это лохи, до встречи! Ну ты смотри, смотри, Стёпка! Как Дед Мороз тебе подарил джип, так он его и обратно забрать сможет! Офигеть, вот это, смотри, вот это делаешь подарки своим лучшим друзьям, а они потом тебя кидают, потому что у них джип новый появился, оказывается. Сейчас мы вот это Генке подарим новый самолёт. Генка с нами тоже перестанет дружить. Кстати, здесь уже вот эта стремянка стоит, слушай, мелкий. А заберись-ка ты вот туда, вот на крышу и посмотри, дома Легенка через окно. А то подарок тоже нехорошо делать тогда, когда человек дома. Как это вообще возможно? Смотри. Дома? Нет его? Отлично, тогда давай, ломай стёкла, мелкий. Ну, а чё как бы, Дед Мороз и вот это, и его снегурочка? Мы должны через или домоходы заходить, или через стёкла. Как нормальные люди через двери и подъезд, мы так не заходим. Так. Генке дома нет, но мне кажется, то что он уже скоро вернётся. Короче, мелкий, давай знаешь, что мы с тобой сделаем? Где мой вот этот топор? Топор берём и ломаем здесь всё к чёртовой бабушке. Мне же как-то надо сюда самолёт залететь внутрь квартиры. Поэтому мне надо сломать все эти блоки. Ну ничего, Генка потом это всё починит. Главное, что у Генки новогодний подарок будет. Вот так, нормально. А сейчас, мелкий, стой на шухере, смотри, чтобы Генка не вернулся. А я сейчас самолётом прилечу. Давай. Но только ты это, от окна отойди, главное. А то я не знаю, смогу ли я вообще в эту дыру с первого раза на самолёте попасть. Лётчик с меня, конечно, не какущий, но попробовать можно. Главное залететь в окно, а там уже будет то, что будет. Так, это вниз, это вверх, всё нормально, разобрался. Здесь такой огромный поворот, разворот. Берём и летим! Стараемся залететь! Да! Эй, блин, 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 стоп, 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 О, Господи. Ну вот! Вот получилось, как получилось. То есть, видишь, мелкий, какой я лётчик. С первого раза вот это в окно попал. Всё, застраивай, застраивай окно из этих блоков, которые там выпали. Ну вот, Генка зайдёт, обосрётся вообще, то, что у него на компьютерном столе самолёт чё-то делает. Вот, потом, конечно, задача, как он его вытащит на улицу, но, как говорится, это уже не наши проблемы. Мы подарок сделали, сделали, на улицу выходим. Всё, давай, 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 быстро, 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 пока Генка не вернулся, пока, пока... Ну ты проходи, не стой на пороге, это же твоя квартира, а не наша. Можешь заходить? Ну бывает, у всех такое в жизни хоть раз происходило. Лично у меня даже каждый день почти такое происходит, да. Ничего странного. Это что за фигня? Самолёт? Да там посылка с Алиэкспресса пришла, мы, это, на Новый год с мелкими курьерами подрабатываем, да? Курьеры, курьеры из Северного полюса, посылку тебе кто-то пригнал. Вот это, мы не знаем кто. Хорошего полёта, Гена. Ну, вроде пронесло, слушай. Эту, стремянку забирай, валим отсюда нафиг. Да, я не думал то, что Дедом Морозом так сложно работать. Дальше у нас на очереди с тобой мелкий Рикардо. Давно мы с ним на самом деле не виделись. И учитывая то, что он работает в моём магазине мерча, подарок мы ему точно должны сделать. Заходи вот сюда. Он всегда здесь тусуется. Возможно, он где-то спит на втором этаже. А возможно, он... Собака, значит, не получится нормальный подарок, да, сделать? Ну, ладно. Рикардо, подойди сюда. Подой, подойди сюда. Подходи, дорогой мой, подходи. Сколько лет, сколько зима ты всё до сих пор в трусах бегаешь. Ну, да ладно. Мы тут с мелким... Ещё, подожди. Мы тут с мелким тебе подарочек небольшой подготовили. Отойди в сторону. Вот он. Давно пора было, но перед тем, как ты его откроешь, скажи сначала хотя бы, как у тебя дела-то, а? Да, всё плохо, честно говоря. Бизнес не прёт, покупателей нет. Новая коллекция давно не выходила. Мерч закончился, нечего продавать. В общем. А, ну да, кстати. Чё-то мой магазин мерча пустует как-то. Вот трусы свои сушишь, да, мерча нормального нет. Ну, ладно, ты это, открой подарок, а там посмотри, чё в этом подарке. Я уверен, что тебе, Рикардо, всё очень понравится. Давай, открывай! Давай, поднимай. Ага, и надевай Рикардо. Давай, прямо сейчас. Красота-то какая! Господи! Ну, вот тебе и новый мерч, который я так давно обещал. Реально, просто руки чё-то не доходили у нас с Мелким. Новый мерч нормально сделать. А, кстати, подожди, ой, я вообще забыл. Мелкий, ты-то свой подарок тоже Рикарду давай подари, давай! Вот! Носки! Самый нужный подарок любому мужчину на этой планете, самый нужный. Поэтому, девушки, знаете, своему любимому человеку всегда надо дарить носки на любое мероприятие и на любой праздник. Он всегда этому будет рад. Ну, ладно, носки потом заберёшь. Как тебе мерч вообще-то, Рикардо, а? Ну, наконец-то! Новая коллекция вышла! Ну, так я об этом же и говорю! Всё, Мелкий, тащи ящик вот этот, который мы там приберегли для Рикарду. Вот, видишь, Рикарду, наконец-то сможешь мерч продавать. А то реально вот это коллекции давно не выходили. Я смогу нормально работать, спасибо тебе большое. Да, да, не благодари Рикарду, всё нормально, не благодари мне. Мелкий! Ну, ты там долго-недолго возвращайся уже! Ага, всё, давай, ставь. Ставь, 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 да, быстро, 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 быстро. Опа-на! А вот полный ящик моего мерча, Рикардо. Когда он закончится, там, свистни, я ещё прибегу, ещё ящик тебе вот это сюда привезу и продавай. Главное, продавай все мои шмотки. Всё, пошли, Мелкий. Вот, видишь, не только Рикарду обрадовали на Новый год, ещё и подарок ему хороший сделали, и всему городу тоже. А то я реально вообще забыл сказать, что у меня там с Катей мерч новый вышел на моём сайте мерча. Кстати, там реально даже под этим роликом, Мелкий, ссылка есть в описании на мой сайт с мерчом. Поэтому можно зайти, взглянуть. А мы, Мелкий, знаешь, кому сейчас пойдём подарок сделаем? Тому человеку, которого я, наверное, больше всего в этом городе ненавижу. Эту Людмилу, рекламщицу. Пошли. Так, и как я ожидал, Людмилы нет на своём рабочем месте. Господи, как давно я здесь не был, в этом рекламном агентстве. И это очень даже хорошо, то, что её здесь нет. Так, Мелкий, давай, тащи! Давай, давай, быстрее сюда, 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 ко мне. Стой! Стой! Будь послушным! Будь послушным, крокодиляка! Давай, Мелкий, на второй этаж, на второй этаж! Как себя рекламщица Людмила вела, такой подарок она и заслужила. Кому-то вертолёт, кому-то машину, а кому-то крокодила с болота давать. Сюда, 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 сюда! Мы этого крокодила давно, кстати, нашли возле дома этой бабки-ёшки. Он там тусовался давным-давно. Всё, Мелкий, проходи мимо. Хватит с ним прыгать! Проходи мимо и сваливаем отсюда! Ой, Людмилочка обосрётся, когда увидит свой новогодний подарок. Ты где? Опять со второй этажа дури-монда спрыгнула. Всё, а сейчас стоим и ждём, когда она придёт. Мне кажется, скоро это уже 100% должно случиться. А вот, кстати, и она! Не прошло и минуты. Вот мы, Мелкий, прям с тобой вовремя. Прям, прям вовремя. С Новым Годом, Людмила, здравствуйте! Мы тут, это, вас поздравить с Мелким пришли. Как? Как новогоднее настроение есть? Что вы тут делаете? Вы вообще занесены в мой чёрный список. Вам запрещено приближаться к моему агентству. Ой, какой важный курица. Ну ладно, хорошо. Больно-то хотелось вообще. Всё, заходите, заходите, заходите. Вам вообще запрещено приближаться к моему агентству. Ты посмотри, какая скотобаза ещё и выпендривается. Всё, сейчас свой подарок увидит. А вот это... Отпусти бедную курицу, Господи Мелкий. Сейчас свой подарок увидит. Точно обрадуется. Ну вот, она ж завизжала от радости. Я говорю, Мелкий, то, что ей точно всё понравится. Так, ну всё, отпусти бедную курицу и валим. Мне кажется, то, что мы подарки уже сделали практически все. И, наверное, Мелкий, пришло время вернуть костюм Деда Мороза обратно Деду Морозу. А то мне уже реально его как-то жалко даже становится. Он уже вторые сутки висит там на вот этой верёвке возле нашего дома. Да, надо знать меру. Надо отпустить бедного Дедушку Мороза. Я чё-то как-то начинаю переживать за него немного. Он уже слишком долго здесь висит. Реально надо бы его уже отпустить. Короче, я пойду его спущу. У меня в гараже батут есть. Вот батут возьми и поставь под Дедом Морозом. Надо бы его уже реально спустить. А то он там реально сейчас все конечности отморозит. Так, ещё немного осталось. Дедушка Мороз, потерпи, потерпи немного. Ставь батут, Мелкий. Ставь батут под Дедушкой Морозом. Я сейчас, главное, не коктутся. Спускаю. Давай, Дед Мороз, на батут. Ааа, ломаю. Ну, немножко промахнулись. То ладно, Дедушка Мороз. Опа, вот так надо было. Кто-то чё-то куда-то не туда прыгнул. Так, сейчас мы тебя развяжем. Ты, главное, Дед Мороз, руки не распускай. Мы сами не хотели делать то, что мы сделали. Но это прям... Опа. Была необходимость. Мы сразу просим у тебя прощения. Мы извиняемся за то, что мы сделали. Просто, ну, ты нас тоже пойми. Предыдущий год какой-то реально говногот был, если вот так говорить. И мы хотели с Мелким как-то порадовать своих друзей, чтобы они не расстраивались. Делать им какие-то подарки. А ты, собака, с нами не согласился. Поэтому, ну, нам пришлось тебя связать. Дедушка Мороз, не обижайся, пожалуйста. Да, у меня у самого год говно был. Я вас прекрасно понимаю. Спасибо за то, что выполнили за меня всю работу. С наступившим вас новым 2021 годом, дети мои. Тебя тоже, тебя тоже с наступившим новым годом, Дедушка Мороз. Жалко, конечно, то, что ты Новый год вот там вот провел, вися на этой веревке. Но зато какая разница, зато все хорошо кончилось. Ты вот это жив, здоров. Мелкий, а ты че делаешь у меня такое? А ты че делаешь? Ты че Деда Мороза бьёшь? У Мелкого, походу, это новогодняя горячка. Дед Мороз, не обращай внимания. Давай, садись на свои сани и сваливай отсюда, пока Мелкий... Ты че делаешь? Мелкий... Успокойся, сатана малолетняя! Мелкий, садись вот так на тележку свою! Мелкий, я тебе последний раз говорю, успокойся, пожалуйста, ты че... Ты че Деда Мороза бьёшь? Давай, 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 Рудольф, давай, 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 уезжай. Хватит, Дед, ты маньячи на это, ты че его преследуешь? Я не могу понять. Мелкий, отпусти Деда Мороза, он и так уже настрадался за последние несколько дней. Я тебе последний раз предупреждаю, будешь наказан, если не успокоишься! Собака. Дед Мороз, ты подожди, так вот че он бил, так он вот это говорил, он то, что мы ему собаку должны еще подарить, он же тоже на Новый год желания загадал? Мы исполнили все желания, кроме... Ты щас че-то сказал? Это... Он собака щас сказал, Дед Мороз! Каждый год по одному слову говорит! Ну так смотри, мелкий, еще лет 200 и научишься разговаривать нормально! Он в прошлом году слово папа сказал! Щас собака, получается папа-собака! Тоже хорошо! Новогоднее чудо, мать моя женщина! Собаку ему подари, это хрыщ бородатый! Ребенок просит собаку! Щенка! Его желание уже исполнено! Слышишь, че Дед Мороз этот в трусах сказал? Тоже твое желание уже исполнено! Пошли домой, посмотрим, че у нас это... Возле елочки есть вот это... Гол ядрить, колотить! Пошли, мелкий! Ты смотри... А скажи еще раз! Скажи еще раз! А ты реально, если по одному слову в год, мелкий, ты так реально никогда не научишься говорить? Все! Открывай дверь и смотри! Вдруг тебя там подарок... Возле елочки ждет! Не соврал, крыш бородатый! Реально щенка тебе подарил, мелкий! Это че получается? У нас с этого дня... Собака в доме появится! Назовем его мелкий... Номер два! И будет у меня два сына, получается! Один нормальный, а другой... Собака! Ну все, иди его выгуливай! Смотри, если насыт не в комнату, с ним потом на улице жить будешь, мелкий! Ты за него ответственный! Давай, пошел! Субтитры сделал DimaTorzok